Да, вы знаете, я секс-символ, но сразу подумал, что я идиот. Как правильно, служить или работать в театрах? Было всего, по-моему, два канала телевидения. Да. Вы успевали их читать? Ну нет, не все. Вполне ли, стройне ли, стригли. У меня, извините за подробность, провались носки, мне нужно было купить новые носки. Какой любопытный спойлер, коллеги будут счастливы просто. Вот, так что, да, бывало. А зрители отличаются? Это было вообще так странно и диковато. Прям в полном молчании они наблюдали за нами. Это то, что я люблю. Игорь Матвеевич, моя мама, когда узнала, что мне выпала такая честь записывать с вами интервью, вы даже не представляете, какой фонтан эмоций был. Поэтому первое, что я попрошу, конечно, для своей любимой мамочки, что вы подписали. А как ее зовут? Надежда. Спасибо вам огромное. Ох, сколько будет радости. Привет. Привет, Надежда. Обязательно передам. Вот как раз с этого и начну. Вы у нас секс-символ своего времени. Расскажите, пожалуйста, это как-то мешало в вашей жизни? Может быть, были какие-то курьезные случаи? Или приходилось убегать от толпы фанаток? Вообще, вы знаете, вообще все ведь секс-символы меня как-то очень забавят. Мне как-то странно. Ну, потому что, ну, знаете, если сказать, что, ну, да, вы знаете, я секс-символ, ну, сразу подумаешь, что я идиот. Вот, поэтому, ну, конечно, я, то есть не конечно я секс-символ, но когда только на заре моей юности, когда я только начинал, конечно, для меня, например, там сериалы «Это все о нем» было полной, в общем, неожиданностью. Я совершенно не ожидал, что на меня брушится такой успех. Я получал по 300 писем в день. Ох, вы успевали их читать? Ну, нет, не все, не все. Но я, честно, даже на какие-то письма отвечал. Нет, это была какая-то, ну, понимаете, это было советское время, это было всего, по-моему, два канала телевидения. Вот, и если ты снялся, то тебя знал весь Советский Союз. Это вообще, будь здоров. И, конечно, я об этом рассказывал, но я вспоминаю, я, значит, снимался в Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде. И пришел в гостиный двор. У меня, извините за подробность, провались носки, мне нужно было купить новые носки. Вот, и я, значит, ну, подошел к прилавку, вот, и вдруг я повернул голову и увидел Люду Чурсину. Которая тоже снималась в этом фильме. Ну, и что-то мы увидели друг друга, разговорились, все. И вдруг я ощутил какую-то страшную тишину вокруг. Я обернулся, я увидел, как стоит огромная толпа и смотрит на нас. Это было вообще так странно и диковато. Прямо в полном молчании они наблюдали за нами. Вот, так что, да, бывало. Вот вы у нас и актер кино, и артист театра. Вот больше вы, где вам комфортнее, где вам больше нравится? Ну, конечно, это, конечно, это театр. Потому что те роли, которые я сыграл в театре, я в кино не играл. Но в силу, все равно существует типаж в кино, особенно в молодые годы. А в театре, конечно, у меня совершенно неожиданные роли. И Иван Карамазов, и Женитьба, и Плюшкин. И совершенно разные роли и характерные, что в кино вообще сыграть очень трудно. Театру, в котором вы служите... Кстати, а как правильно, служить или работать в театре? Ну, я вообще... Ну, кто работает, кто служит? Я предпочитаю служить. Служить. Этому театру исполняется 100 лет, театру Мяковского. Вот для артиста, который там служит, что это значит? Ну, это большой срок. Если учесть тот факт, что я там уже 50 лет, то как-то немножко странно это ощущается, что полсрока существования театра я там. И, конечно, мне очень повезло. Я видел великие театры, видел великих артистов. Я сидел в геремёрной с Борисом Михайловичем Тениным, с Анатолием Ромашиным, с Владимир Яковичем Самойловым. Понимаете, я видел Бабанову, которая выходила на сцене, играла Карпову, Татьяну Васильевну Город, Доронину. Я сижу в регримерной, где сидела Раневская, где сидела Бабанова. Понимаете? И это был действительно великий театр. Я понимаю, я вот сейчас так говорю и думаю, боже мой, я говорю с позиции человека, которому много лет, с чем я смириться, в общем-то, никак не могу. Я внутри себя, я это не ощущаю. Вот. И, конечно, и режиссёры были, но и я пришёл, когда уже там был Андрей Александрович Гончаров, мой педагог и учитель. Вот. И я видел там действительно великие спектакли. С Евгением Павловичем Леоновым тем же. Вот. И с Сашей Лазаревым, Александром Лазаревым молодым, и Светой Немоляевой, Арменом Джигарханяном. Ну, видите, какой это театр. И я имел честь и радость выходить с ними на сцену и играть. И быть партнёром этим замечательным артистом. Театр очень сильно за это время изменился. Ну, знаете, театр же меняется так, как меняемся мы. Театр не стоит на месте. Так же, как театр вообще должен меняться. Когда мне говорят, что театр должен быть таким, каким он был сто лет назад, и пьесы должны, те, которые были написаны сто лет назад, они должны быть в том самом виде, в котором они идут. Это неверно. Театр видоизменяется. Всё дело в таланте, всё дело в мере вкуса. И, как говорил Бродский, величие замысла вообще, что мы хотим вложить в этот театр. Ну, конечно, он изменился за это время. В этом театре был очень хороший режиссёр Сергей Арсибаш. Сейчас его 10 лет там был Минду Гаскарбаускас. Удивительный режиссёр, который принёс свою атмосферу, свою эстетику в этот театр. И театр сделал очень много хороших спектаклей. Сейчас новый этап у нас режиссёр Егор Перегудов. Молодой, очень интересный режиссёр. И я рад, что у нас, в общем, молодые режиссёры, потому что театр – дело молодое. И нужно всё-таки, чтобы и молодёжь играла, и двигала этот театр. Мы только что отметили столетие театра. Это такой был альманах. И каждый артист принёс то, что ему хотелось. И это сыграл. Вот. И вообще какие-то у нас большие планы. Было очень много постановок. А есть какие-то любимые или любимые персонажи? Вы знаете, они все любимые. Они все любимые. Поскольку ты же, в общем, была... Там твоя кровь, слёзы, душа. А не все другое дело, что там больше получилось, что меньше получилось. А так все. Ну, вот, например, то, что я сегодня играю. Это Андрей Григорьевич Сарафанов, старшего сына. Понимаете, мне это очень интересно. И я очень рад, что режиссёр Шулев поставил со мной этот спектакль. Я играю в замечательной команде артистов. И прекрасных артистов, моих партнёров, с которыми мне очень хорошо и интересно. Главное, чтобы зрителю ещё было интересно. Вот. Он получил от этого удовольствие. Ну, несмотря на холода, ямальцы всё-таки очень тёплые люди. С горячим сердцем. Я знаю. Мне Женя Симонова рассказывала. Она сюда приезжала. Да, она тоже в восторге была. И от публики, и от приёма. А вот на ваш взгляд, насколько важно, что в такие маленькие провинциальные городки приезжал Большой театр. Ну, вы знаете, извините за нескромность, но я вообще президент фестиваля «Золотая маска». «Золотая маска» с главной задачей фестиваля «Золотая маска» – это единственный фестиваль, пожалуй, в мире такой, который ездит по регионам, который у нас там эксперты в этом году посмотрели тысячи спектаклей. Тысячи спектаклей. Они ездили по всем регионам. И фестиваль у нас замечательный тем, что там, например, какой-нибудь небольшой городок, Лисосибирск, может конкурировать с Большим театром и получать «Золотые маски» наравне. И у нас больше половины возят регионы. Поэтому я-то как никто вообще считаю, что чем больше будет продвигаться театр в сторону регионов, потому что в регионах... Я не потому, что я ваш гость, я должен нахваливать регион. Но в регионах такие талантливые есть театры, и такие люди, такие сподвижники, и актёры. Ну, например, я видел спектакль, который получил очень много золотых масок, он сейчас ездит по региону. Вот этот спектакль из Лисосибирска, где трое ребят сыграли все мёртвые души. Троём. Весь роман. Грандиозно. Просто грандиозно. А зрители отличаются? Вот от северных, например, регионов? Вы знаете, я вам вот что скажу. Зритель везде хороший. Зритель, в общем-то, везде сердечный. Другое дело, тут очень многое действительно зависит от зрителей, и как много он смотрит. Очень многое зависит от насмотренности зрителей. Понимаете, в чём дело? Потому что мы-то возим всегда лауреатов и номинантов. Мы возим лучше. Мы возим лучше. И если нам удастся договориться с Алихардом, и с регионами приехать сюда, и, в общем, провести здесь фестиваль, это было бы, наверное, тоже очень здорово. Недавно общалась с молодым режиссёром, к нам тоже приезжала. У нас здесь кукольный театр для детей, семейный ставили не так давно. И общалась с ним, и он как раз сказал, вот по поводу кино, он просто и киноактер, и режиссёр. Он говорил, что кино, вот когда выходит кино, оно умирает. Потому что ты его снял, постпродакшн прошёл, ты его выдал в эфир, всё. А театр, когда ты показал первую постновку, только начинает жить. И он тогда вот просто сравнил, что театр будет жить всегда. Театр сейчас 7-минутно. Он происходит непосредственно общение, как у нас с вами. Кино это снято на плёнку. Понимаете, как Галаранецкое плохо сняться, это плюнуть в вечность. Вот, поэтому тут совершенно разные задачи. Хотя я кино никак не умоляю. И кино мне очень много дало, может, даже больше, чем я смог ему вернуть. Если бы я не снялся в кино, я, наверное, не сидел бы сейчас перед вами. Оно мне дало, ну как, меня узнали. Я снимался, мне вообще повезло. Я счастливый человек. Я снимался у замечательных режиссёров. Ну, просто замечательных. Понимаете, это были действительно грандиозные режиссёры. Это очень давно много. Это же всё равно это тренаж, всё равно это практика. Потом это всё равно общение с партнёрами, с замечательными, талантливыми артистами. Ты находишься в кругу очень одарённых людей. И ты сам становишься немножко одарённее, когда ты с такими людьми общаешься. Очень важно, с кем общаешься вообще. Конечно, да. Из этого и складываемся мы. Что артист, что актёр, да. Выживаешься в роль. Очень сложно ли выйти из этой роли? Ну, если ты не сумасшедший, то нетрудно. Понимаете, в чём дело. Но это... Вот. Да нет, как-то. Ну, пока я... Пока выходил ничего. Выходил всё хорошо. Да, да, да. Возвращался в себя, как говорится. Да, да, да. Многие актёры, артисты жертвовали даже ради каких-то постановок кино. Полнели, стройнили, стриглись ещё что-то. У вас были какие-то такие моменты, что приходилось чем-то вот жертвовать, что-то делать, да, такое? Нет, я не худел, не полнел. Ну, стригся. Ну, в общем, все так или иначе когда-то стригутся. Вот. Поэтому нет, я не могу сказать, что у меня было что-то такое кардинальное. Ну, и вы сказали, что большие планы. Большие планы у театра, у вас большие. Какие планы? Ну, сейчас вот только что мы сыграли истории, где я читал отрывок Бунина «Солнечный удар». Вот. А сейчас мы с режиссёром Перегудом начинаем новую постановку Маркеса. Вот. Так что посмотрим, что получится. Дальше куда двинетесь? В Москву. В Москву. Что вы? У меня после съёмка. Я же у меня вот этот сериал «Триггер», который, значит... Ой, кстати, вы знаете, простите, что перебиваю, у меня коллеги спросили, а когда будет? Продолжение интересует. А, сейчас нет, сейчас снимают фильм «Триггер». И я как раз вот 14-го поеду сниматься там. У меня один съёмочный день. А вообще не собираются третий сезон снимать. Собираются? Да. Не знаю, что они собираются делать с моим персонажем. Ну, посмотрим. Вот. Какой любопытный спойлер. Коллеги будут счастливы просто. Очень хотела бы на память вам подарить бутылочку, учитывая, что вы в разъездах. Бутылочку с Ямала, с нашим мамонтом вам. Ой, спасибо большое. И вечерочком где-то сядете, возможно, с трупой, попить чайку с морожком в варенье вашим ямальским. О, это то, что я люблю. Спасибо вам большое. Я очень рада знакомству. Да, спасибо вам большое за эту беседу. Ну, и вам прекрасной постановки. А то уж нас поглядывают, понимают, что мне нужно вас опустить на репетицию. И всем большой-большой привет, радости, успехов, любви и счастья. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин